Саламчик, Тумсо, как ты? Слышал последние новости по поводу Кадырова. Якобы у него коронавирус. Плюс авторитетный американский канал снял передачу про Чечню и трейлер уже в трендах. И как там кто поживает? Кулкэт. Саламчик, гаечка. Последние новости про Кадырова слышал, что его госпитализировали с ковидом в Москву. Эта новость уже, по-моему, третий день сегодня, как она гуляла сначала по различным чеченским социальным сетям. А сегодня это уже Интерфакс об этом написал. То есть это уже как бы стало как-то официальной такой информацией. Вот. И говорили, вчера очень серьезно распространялась информация, что там 70% поражения легких, что он тяжелый доставлен. И доставлен не только он, а вместе с ним еще и министр здравоохранения, и его помощник по совместительству, директор самого честного в мире канала, Чекотерка Грязный, что они все втроем доставлены в Москву на лечение. По поводу состояния его здоровья, конечно же, было очень много слухов. Потом, значит, я получил уже по своим таким инсайдерским источникам, получил информацию от работника аэропорта, что там на момент, когда их эвакуировали, там все оцепили под какой-то сражайшей секретностью. Потом сначала хотели на его самолете вылетать на чартере, но потом его заглушили, подтянули самолет МЧС, и на этом МЧСовском борту его эвакуировали, госпитализировали. Но я вам хочу сказать, что я вот не верю, я в это все не верю, но не верю я, что Кадыров мог бы проехать мимо Гудермесской ЦРБ, которую перепрофилировали под лечение больных с ковид, и дал бы себя увезти в Москву. Вот я не верю. Даже если предположить, что он в это время находится не в сознании, что он уже в коме, даже в этом случае, я думаю, что его верные соратники, такие как Даудов, Гелимханов, ну и прочие, в общем, я думаю, что они, ну не провезли бы они его мимо Гудермесской ЦРБ, мимо Грозненской инфекционной больницы, уж в крайнем случае, раз в ЦРБ Гудермеску, если по какой-то случайности его не положили, там провезли мимо, если, ну не знаю, что там могло, может она заполнена была в этот момент, мест не было, но мимо Грозненской, я думаю, точно не провезли бы. Вот, ну не верю я, что Кадыров мог бы довериться другим врачам, а не нашим чеченским врачам. Вот, я не верю. После, тем более, после заверения о том, что у нас очень хорошо дела обстоят с медициной, что мы справляемся, мы умеем, мы могем, ну как так? Поэтому я все-таки скептически отношусь к этой информации, я думаю, что все это неправда. Скорее всего, это западные спецслужбы, вот специально они делают эти вопросы, чтобы таким образом люди усомнились в правдивости Кадырова. В крайнем случае, я вообще думаю, что он лечился бы водой с медом и чесноком. Если бы даже там, ну не захотел бы он, допустим, ложиться в Гударменской ЦРБ, он бы пил себе воду с медом, закусывал бы чесноком, как он это рекомендовал людям. Сидел бы на самоизоляции, просто не выходил бы, чтобы никого-то не заразить, не дай бог. Вот такие, в общем, у меня мысли. А так, если серьезно, я хочу обратить ваше внимание, вот и здесь в чате вы это видите, и как люди вообще реагируют на эту новость, как они испокоятся о Кадырове. Были рассылки, и до сих пор эти рассылки идут, где люди просят делать за него дуа, молить Всевышнего за Кадырова. Это голосовые записи, кто-то там распространяет, ну фотографию ставит с призывом у себя в Инстаграме, там еще где-то. Я хочу присоединиться к этому призыву и сказать, делайте дуа, братья и сестры, делайте дуа, молите Всевышнего Аллаха. Это, во-первых, это благословенное время, время месяца Рамадана, когда Всевышний Аллах отвечает на дуа. Во-вторых, сегодня вообще дуа угнетенного, молитва угнетенного, она не остается без внимания Всевышнего Аллаха, без ответа Всевышнего Аллаха. Поэтому сегодня весь наш народ угнетен. Сегодня, особенно вот в этот период этой борьбы с пандемией, у нас весь народ сейчас угнетен. Поэтому делайте дуа, и Всевышний Аллах, иншаллах, ответит на эти дуа. Какую дуа делать, вы знаете лучше меня. О чем нужно просить Всевышнего Аллаха в этот момент? Просите Аллаха, и Аллах ответит, иншаллах. Аллах не оставляет молитвы притесненно. Саламу алейкум, Тумсо. Мне почему-то кажется, что у Кадырова не коронавирус, а анзоровирус. Ва алейкум ассалам. Тумсо, может ли ситуация стать хуже для чеченцев, если этот крохобот сдохнет? Какие могут быть минусы, если они могут быть? Муслим, я не знаю, я не силен в такой аналитике, когда нужно делать прогнозы. Я вот не умею их делать. Но мое чисто мнение сугубо личное, я думаю, что хуже уже быть не может. Хотя, конечно, все может быть, но я думаю, что если мы оставим это так, как есть, то точно ничего не исправится. А если бы этого человека вдруг постигла бы кара Всевышнего Аллаха, я думаю, от этого хуже нам бы не было. Так что, ну, не знаю, в общем, как-то какой-то другой на эту тему прогноз давать я не могу. Кто-то может поспорить, сказать, что там будет. Еще может там поставить кого-то, кто будет хуже. А что, если там Даудова поставят, там будет лучше? Нет, не будет лучше. Но и вряд ли уже будет хуже. Тумсо, а Ровер. Интересно, можно ли считать человека падишахом, если у него есть царь, которого он любит до смерти, и из-за которого он готов отдать свою жизнь и жизнь своих родных, зная, что он убил его отца и тысячи людей из его народа? Некоторые же говорят, вайпача, а звучит как раб, который достиг предела раба в рабстве. Это можно, знаешь, мы, когда говорим падчах, мы ведь как бы троллим. Мы ведь не в полном смысле этого слова называем его падишахом. Они-то его называют, да. Мы-то его как бы троллим. А они, да, они пусть над этим задумаются. Саламу алейкум, брат. Ферр-герой драпанул в Москву, испугавшись гриппа. Совпадение. Чингизм монгольский почему-то одержим Тумсо, тогда как уже несколько недель Анзор бомбит беспощадно. Пахмат силу. Означает ли это, что фрр сдулась? Вы знаете, я как раз хочу вот на это обратить ваше внимание, что когда они, их пропаганда, неважно в лице кого, будь то элизанист, будь то там какой-нибудь журналист из ЧГТРК, будь то их руководитель Ахмед Удаев, когда они нам как-то отвечают, то они всегда отвечают на те темы, которые не столь на самом деле актуальны, не столь важны. Вот посмотрите, допустим, уже два ролика он снимает, или три уже ролика он снимает, по поводу вот этой вот ситуации с Хиросимой Нагасаки, с применением артиллерии в городах, в селах. Уже два или три ролика человек снимает. Но при этом нет ни одного комментария по поводу фейковой благотворительности фонда Ахмад Хаджи Кадырова, благотворительного фонда Ахмада Кадырова, который так помогает людям. Сколько я уже сделал материалов, расследований, в которых доказал эту фейковость, доказал, что они приписывают себе то, что сделано за счет федерального бюджета. Но нет ни одного комментария по этой теме. А как вы думаете, для нашего народа что важнее? Вопрос бомбардировки Хиросимы Нагасаки, применение артиллерии в городах и селах, или вопрос фейковой благотворительности фонда Ахмада Кадырова? Что для нас будет более интересно, актуально? Когда к нам приносят хлеб и продукты в пакетах с логотипами фонда Ахмада Кадырова, выясняется, что это вовсе не их благотворительность. Это за счет федерального бюджета нам куплено. Когда нам строят больницы и говорят, что это вот добрые-добрые Аймани Несиевна и ее сын Рамзан Ахматович нам из своих личных средств, из своего фонда нам это все построили. А выясняется, что нет, это все федеральный бюджет. Когда нам говорят, что мост, соединяющий Алханюрт и Алханкалу, построил нам фонд Ахмада Кадырова, а выясняется, что нет. Мост построил вообще Юнус Магомадов. Понимаете, вот что для нас более актуально? Конечно, эта информация нам более интересна. Но эту информацию просто пропускают. И ее никак не комментируют. Потому что на это нечего сказать. Потому что здесь их просто разнесли. Здесь показали. Показали их лживость, фейковость этой благотворительности, отсутствие вообще какой-либо благотворительности. Лживость, кощунственную лживость, когда на чужом горе пытаются сделать себе дивиденды политические. Когда чужое благо выдают за собственное. Чужое благодеяние выдают за собственное. Вот что людям интересно. Вот если бы они комментировали бы вот такие вещи, отвечали бы на них, показывали бы. Нет, Томсо лжет. Томсо ошибся. Томсо нас клевещет на нас. На самом деле это сделал фонд. И вот наши доводы. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот это вот был бы материал. Вот это был бы интересный диалог, интересный спор, диспут. А у нас все сходится на какие-то второстепенные темы с какими-то идиотскими вставками, когда ты ждешь, когда же он перейдет к сути. Ждешь, ждешь, и в итоге ничего не дождавшись, думаешь, а ладно, в этот раз тоже не дождались. Нам эта тема гораздо интереснее. Также было бы интересно послушать комментарии к вот этим фотографиям Кадырова. Ведь мои фотографии там смонтированные, они ведь комментировались на самом честном телеканале в мире. А почему кадыровские фотографии не комментируются? Тоже людям было бы интересно послушать, как же так получилось. Субтитры создавал DimaTorzok